Всех приветствую, с вами Александр, и мы в Мертвом Городе по заданию Сахарова принести пакет, посылку. Давайте смотреть, что это за Мертвый Город и что за посылка. Хорошо, здесь недалеко. Приходит сообщение. Ладно, разберемся в ходе пьесы. А пока бежим по полю, наслаждаемся красотами. Это кошки, но они бегают очень быстро. Смотрите, скорость какая. В такую нереально попасть. Нереальное окошко. Очень быстро. Зона аномалий, но у нас есть улучшенный детектор. Так что я думаю, не составит проблем здесь пойти. Вот и все, закончился аномалии. А в здании кто располагается, интересно. Кому мы пришли за посылкой? Так, ты кто? Наемник. Валяю отсюда, придурок, уже ухожу. Хорошо, с кем не пообщаться? Кто-то на ресепшене, да? Стой, сталкивай, что тебе здесь надо. Я от сахара, вот пропуск, который он мне дал. Давай сюда. Ах да, не задерживайся, тогда всего хорошего. А ну подойди поближе, я тебя раньше видеть не смог. Да нет, не скажу точно, не помню. Я нескольких человек в толпе не различу. Хорошо. Ладно, проехали. Он узнал нас. Встретится с информатором. Как он мог узнать нас? Информатор здесь находится рядом, в этом же здании. Но, скорее всего, наверху. Так, это какой-то кинозал. Нам не сюда. Наемники отдыхают. Неплохо. Да, на втором этаже информатор. Который должен передать нам посылку. Ты, значит, на побегушках у ученых именно. Я от этого сам не восторген. Но на то есть причина. Теперь давай к делу. Не спеши, погоди-ка. Ничего себе, да это же ты. Несколько месяцев пропало. Я думал, что ты умеешь. Что? Ты о чем сейчас? Он тоже узнал нас. Неужели они узнали в нас стрелка? Скорее всего, так и есть. И мы этого просто не помним. Вот и доктор. Ты в порядке? Я не могу верить, что они тебя убили. Или что ты живешь. Ты уйдешь за месяц, мэр. Ты живешь? Ты не веришь, что фанатики в Нороу увидели что-то из-за смерти для тебя? Но что ты делаешь здесь? И что ты делаешь здесь? И что ты здесь делаешь? Ты, ты один из стрелоков, мэн. Доктор. Мерки у меня есть что-то связи с стрелоком. Эти ребята, они сказали, что я был. Стрелка? Ты чего не помнишь? Гост, фанг, гайд, мне даже? Ни клыка, ни призрака. Ты говоришь мне, что я стрелок? Да, ты стрелок, так тебя позвали. Стрелок, но мы должны быть спасены. Я был убежден от этих mercенарей во время путешествия домой. Я просто встретился с фанг, который был румаживаться с старыми вещами. В общем, давайте начнем с чит-чатом. Что случилось, или что-то ты должен снять, это не мне. Но если ты хочешь восстановить твои мемористи, или at least recover parts of твои прошлые, то я не могу объяснить все. Я объясню все. Может, даже один из моих многих «эрбов» может вызвать твою амнезию. Я уверен, что твои мемористи еще в где-то где-то. И как мы точно будем снять эту мемористи? Есть много людей, которые всегда стрелок. Ты не помнишь моего другого друга, но мы даже помогли с армией. Подождать, пока подойдет подмога. Можешь пока поиграть в игрушки на ПДА. Но здесь нет игр. Ну-ка, дай-ка я тебе покажу. Постой, постой, у тебя ПДА сломан. Неувидительно, что этой функции у тебя нет. Да, сломан, неужели? Раз у меня не хватает такой мелочи, перебьюсь. Вообще-то, в ломких полезных мелочи не хватает. Забавно, что это не сейчас пришло к проекту. Пизрик как раз должен был заполучить артефакт в кристалл, который используют для починки сломанных ПДА. Хорошо, нам нужно отремонтировать ПДА. Получается. Но сначала надо выбраться отсюда. Переждать атаку, да? Получается, мы в плену у военных, а доктор... В плену у наемников, а доктор нас здесь отыскал. А наемников кто-то сейчас атаковал. Кто бы это мог быть? В плену у военных. Да, спасают нас. Доктор, я пришел так быстро, как я получил тебя стресс-калку. Черт, эти панки. Я жюю, в следующий раз я... Ох, черт, стрелок, это ты? Не спрашивай. Окей, я не думаю, что я не должен задавать вопросы сейчас. Доктор, вы спасли мою униюцию обратно. Так что вы получили флаг из высокого уровня, потому что это ничего. Но, черт мне, эти панки тяжелые. Я оставлю вас. Но, тогда ты на своем. Стрелок, ты идешь дальше. Открывай их внимание, чтобы этот старый человек не выйти от вас. Убил эти панки, которые будут не менее проблем для нас. Конечно, я сделаю. Стрелок, будь осторожен. осенью законе стума house дамы я гуля стрелок будь осторожен увидимся у меня в доме так что дальше найти свои вещи у нас появляется задание да мы в подвале у наемников стоит искать свои вещи у нас было задание найти передать посылку для сахарова также у нас появится скорее всего задание первостепенное это починить свой п.д. а на все наши вещи тут же присутствует посылка вернуть посылку ученому компьютер не активный хорошо да просто возврат посылки ученым пока задание посмотрим что было дальше так уходи отсюда пока тебя не похоронили хорошо спасибо за совет что у вас есть полезного ну хотя бы аптечка неплохо наверху продолжается бойня так это просто военный да он говорит что как закончишь все свои дела возвращайся к яйцеголовым на янтаре хорошо я здесь соберу а продолжим с вами на янтаре нам нужно отнести посылку вернулся я к сахарову по его заданию да посылка на месте привет сахаров у меня твоя посылка да вот она получаем немного денежек минеральной воды и анти и радиационные препараты в этом диалоге мы говорим то что наш пд сломан это сказал нам болотный доктор и нам нужно его починить для этого нам нужен будет кристалл который искал призрак насколько я понимаю и кое-какие компоненты я побегал здесь заранее по локации и нашел где искать скажем так первый компонент это проводник кстати под землю может быть несколько ходов там можно спуститься через шахту лифта так заберу архефакт фонари как назло сел или идти по туннелям как сейчас делаю я напомню мы идем за запчастями для п.д. стрелка то есть для нашего куда мы ищем запчасти и в этих тоннелях мы должны найти первую запчасть это проводник попросту проволока тут довольно таки такой запутанный лабиринт ну как не совсем запутанный здесь несколько ходов я иду этим путем у вас может быть какой-нибудь получит другой путь бтр главное не заблудиться ни на кого народ не на кого не нарваться да сеть таких тоннелей довольно таки протяженных так налево да налево точно если мы пойдем направо это мы придем к выходу уже близко какой туннель длинный на так а вот и наш проводник первая запчасть вернуться к ученому за дальнейшими указаниями можно зачистить зомбаков можно не защищать той же дорога возвращаемся обратно возвращаемся к сахарову и говорим что все прошло гладко мы нашли проводник это первая запчасть для нашего п.д. вот он в этом диалоге он говорит что понадобятся текстолитовые пластины они находятся у доктора у доктора на болоте болотного доктора который только что спасал нас вместе с военными встретиться с доктором большие болот новая локация так посмотрю где здесь есть переходы откуда с мертвого города есть переход это крайном припяти не то хорошо сейчас определимся и пойдем выбрался я на большие болота здесь нас встречают две вертушки за вертушки заходят для выстрела я думаю лучшим способом спрятаться от них это будут камыши тем более путь доктору никакой уж и близкий черт потерял его опять да нужно оставаться в камышах и пробираться в доктору цель движется видишь что-нибудь цель двигается открыто да придется здесь немного попрятаться но все же цель оправдывает средства рпг нужно какие они глазастые да еще и доктор тогда далеко забрался глубоко на болотах потерял его опять да мы вышли на открытый участок конечно потерял путем проб и ошибок добрался я доктора был убить несколько раз такой нелегкий путь довольно таки был но ничего летящей походкой входим в хижину доктора болотного слава богу ты жив и туда в пин петер из его колдов суна как ты себя чувствуешь стрелок память вернулась к тебе ты слышишь этот звук стрелка накрывают походу зачем-то так и куда нас переносят лаборатория какая-то будет тут вообще какой-то клуб масонов человек одет смотрите как греховцы да какие-то эксперименты опять знак заметки масонский пирамида сглаза внутри символ скажем так но это скорее всего не масоны а осознание которое было в оригинальной игре да плохо что нет перевода или хотя бы субтитров было бы интересно послушать о чем они говорят я к сожалению не владею языком в достаточной степени оценки но мегастры Да, это осознание, какие-то свои эксперименты или посвящения в культ. Возможно, мы узнаем об этом попозже. Так, и куда теперь? Обратно к доктору. На болото. Продолжает вести задание, встретиться с доктором. Так, доктор, давай рассказывай. Странный сон. И говорим, что нужно запчасти для ПДА. Доктор просит, говорит, что нужно встретиться с призраком. Там мы получаем текстолитовые пластины. А призрак находится... Да, сообщение. На армейских складах в заброшенной деревне. Хорошо, путь наш лежит на армейские склады. Там и встретим призрака. Посмотрим, во что это выльется. Я на армейских складах. И нам нужно двигать к месту встречи с призраком. Так, колючку заметил. Стоять. Колючка где-то здесь была. Кристальная колючка. Где-то все взял. Да. Радиация минус здесь. Кровотечение минус 10%. Малоэффективно, но все же. Лучше это, чем ничего. Призрак оказался рядом. Если это он, конечно. Вообще. Так. Это что за бетонная ванна? Фундамент. Здесь я застрял. Да. Неудачно это было. Уютно устроился ты, призрак. Вот и наш красавец. Старый знакомый. Так. С возвращением. Стрелок. Я ничего не помню. Хорошо. Он говорит, что наемники похитили ценный артефакт. Смотрите. Он нам дал винторез и патроны к нему. Наемники похитили ценный артефакт. Кристалл. Именно он нужен для починки нашего ПДА. Да. Пожалуй, я ставлю себе винторез. Старый добрый Абакан наш выкинул. Так. Увеличение. Увеличение вроде. Такое же. Где-нибудь здесь выкину его. В потяной комарке. Чтобы если... Что взять? Его на всякий случай оставим, да? Кому он здесь может быть понадобится? Так. И призрак ими. Зачем ты сюда зашел? Именно сюда надо было зайти, да? Только не говорите, что я не смогу выбраться отсюда. Призрак ими. Погуляй пока. Немного. Надо было вот сюда именно мне зайти. И тебе сюда, призрак, надо было зайти. Все уходит. Молодец. Да, у нас место встречи, как я понимаю, с похитителем или похитителями ценного артефакта, кристалла, который нам необходим. Давайте сбегаем туда, посмотрим. Что там за люди? Или группа людей? И я думаю, не составит труда забрать у них этот артефакт. Единственное плохо в том, что на винторезе 10 патронов по бойне. Но я думаю, потом мы модифицируем его. Какие-то разговоры за стенкой. Все, отговорили. Это было неожиданно. Он говорит, что здесь нет артефакта, да? Смотрите. Выброс приближается. Интересно. Еще одна колючка. Артефакта здесь нет. И приближается выброс. Минзы контакт. Встретиться с контактом. Новая точка. Так, а это что значит у нас? Встретиться с контактом. То есть артефакт этот мог быть еще кем-то похищен. Хорошо, это нужно проверить. Благо здесь рядом. Контакт, интересно, тоже будет настроен агрессивно. Так, и что? Здесь Нива приближается. Ниви никого нет. Сам призрак идет ее. Нет, здесь есть какой-то персонаж. Контакт. Да, он говорит, нужно продвигаться вглубь, а именно на базу. И что там будет тот, кто похитил артефакт, который так необходим нас? Который так необходим нам. Снайпер. Так, есть. Надо идти чуть вперед, чтобы не убили контакт. Что-то интерес скачет у меня в руках. Так, ты идешь. Вроде неплохо. Подняли сирену все-таки. Так, а это что? Что гонит животных? А что может гнать животных в зоне? Конечно же выброс. Но почему эти животные бегут на базу, неизвестно. Неужели на самом деле они бегут на базу? По крайней мере, по тому пути, куда приехала Нива, да? Вот этот патучок. И по той дорожке, где сейчас только что были мы. И это не есть хорошо, потому что с таким количеством мутантов ни к кому, никто не справится. Даже стрелок. Да, поторопись, нам нужно спрятаться, пока не произошел выброс. Все-таки, да, животные бегут от выброса. Ну, это естественно. Только база их также не спасет. Как если бы они были в лесу. Потому что для выброса нужно закрытое помещение для спасения от выброса. Да, нам-то внутрь бы лучше. Так, может тебя ранили, что ли? Что ты падаешь-то? 17 секунд еще до выброса. Да, он идет. Выброс идет. Да ладно, не падай. У меня есть оптички. После такого выброса все эти мутанты, я думаю, окажутся мертвой. Ну, если не все, то большинство. Первый выброс в игре. Сейчас посмотрим. Да, видим сценку из оригинальной игры. Здесь на стрелка бегут крысы, против которых он пытается отстреливаться. То же самое сейчас нам было покажено. Перед выбросом животные спасаются бегством. То есть они на подсознательном уровне нещат укрытия. Хотя, вот, укрытие, это, конечно, миф. Ну, для животных. Человек, конечно, может спрятаться под крышу. Ты должен послушать меня. Ты должен закончить дело. Убить бешеного пса. Не док, в смысле доктора. Убить бешеного пса и забрать артефакт. Бешеный пёс находится также здесь, недалеко, я смотрю. Судя по стрелке. Да, большинство обитателей и людей погибло во время выброса. Кабан. Ты можешь всё испортить. Обвивая тебя, я привлеку к себе внимание. Только винторез возьму, да? Он убежит. Так, давай покончим с тобой. Я, конечно, выдал своё местоположение, но кабан мог нам помешать. Жирный мэк-дог попался. Бешеный пёс. Какая-то винтовка у него нереальная, но нам не нужна. Да, вот и кристал. Хорошо, есть последний компонент для нашего ПДА. Для ремонта нашего ПДА можно отправляться сначала, я думаю, к призраку. Куда зайти? Попрощаться? Или поздороваться? Ещё один раз. Так, призрак. Нашёл я. Убил бешеную собаку. Бешеного пса. Да, и забрал кристалл. Хорошо. Вернуться к Сахарову. Что и следовало ожидать? По торговле что? Ничего. Да, вернуться к Сахарову. И Сахаров, соответственно, нам отремонтируют ПДА. Давайте возвращаться к нему. Там мы продолжим. Мы снова на янтаре. Сахаров. Так, это не то. Да, мы принесли всё, что необходимо для починки нашего ПДА. Хороший крюк такой сделали. Везде побегали. Так, и появляется задание встретиться с Кругловым. Круглов находится здесь недалеко. Так, что сообщит нам Круглов? И приходит сообщение от Сахарова, то что он починил ПДА. ПДА. Хорошо. К фукул в геологии с Кругловым, как я понял, не было ничего важного. Да, всё, готово. Помочь сталкерам отбить. Смотрите, приходит сообщение от Петренко. Говорит Петренко. А Петренко, как мы знаем, находится в баре. Хорошо, возвращаемся в бар. Теперь у нас есть отремонтированный ПДА. Интересно, зачем Петренко вызывал нас? Как бы то ни было, я вернулся в бар. Смотрите, как здесь пустынно. Да? Город трупов. Вообще нету никого. Одни убитые. Кто бы это мог сделать? Мутанты? Вряд ли. Хотя нет, смотрите, в баре кто-то есть. Так, вертолёт шьёт. Хорошо. Эта зелёная точка, скорее всего, и есть Петренко. Он нам объяснит, что здесь произошло и кто напал. На долг? Вообще на локад, ну, на территории бара. Да, Петренко. Спасибо, что пришёл на нас, на нас застали врасплох, проклятые наёмники. Наёмники напали, да? И он просит нас сбить вертолёты. С помощью гранатомёта, который находится на напорной башне. Наёмники напали на вертолётах. Странно. Вертолёты ведь только у военных. Но, как бы то ни было, дождались мы того момента, когда... Всё-таки мы собьём эти грёбаные вертолёты. Сколько раз они нам мешали. На кордоне. На болотах совсем недавно. Так, он сказал, что будет прикрывать нас. Ну, давай, прикрываем. Так, уже попали. Взять всё. Так, нужно подождать, пока вертолёт зависнет. На хорошую скорость прошёл. Нет, так, не попаду. Так, давай, зависай. Попрежнением. Мимо. Ещё попытка. Влево смещается. Да, готов. Остался ещё один. И этот готов. Прямо в хвост. Хвостовой винт. Само то, чтобы сбить вертолёт. Винт в хвосте наиболее слабой частью вертолёта. Как все хорошо знают. Сейчас, как прыгну в ЗИЛ. Если долечу. Нет, мимо. Ну, ничего страшного, не переломался. Так, не знаю, как богатырить. Осталось здесь навести порядок. А что случилось с Воронином и Барменом? Бармен с Воронином отправились в окрестности Припяти, под прикрытием наших лучших бойцов. Там они организовали новый бар. Тебе нужно отправиться туда и встретиться с ними, если у них есть определённые проблемы. Сам увидишь. Отправляюсь сейчас же. Хорошо, новая локация окрестности Припяти. Именно здесь я и оказался. Не получилось у меня поспать. Это, скорее всего, связано с выбросом. Поэтому играю в темноте. Так. Лерик. Новичок опытный. Мы говорим, что нам нужно к Бармену и к... Генералу Воронину. Какое-то задание здесь для нас. Да, приветствую. Тебя видеть. Хорошо. Он говорит, ничего страшного. Так. То, что здесь мы организовали новый бар. Как бы теперь новички будут стекаться сюда пока. Новая переволочная база. Я понимаю, зачем они здесь засели. Цой жив. Нужно организовать... Вернее, сделать так, чтобы путь на север был открыт. Сейф. Сейф закрыт. Да, здесь нужно, как бы, Воронин говорит, что... Нужно отключить выжигатель мозгов, чтобы дальше продвинуться на север. А за всеми инструкциями он просит сходить к... Долговцу, который находится неподалеку здесь, насколько я понимаю, да? А зачем на север? Ну, как зачем? Там же находится монолит, исполнитель желания. А чтобы туда пробиться, надо отключить выжигатель мозгов. То есть там, перед этим еще будет сеть. Как я увидел в описании, там будет лаборатория Х-18. Возможно, там будет какой-то рубильник. Или система рубильников. Но для того, чтобы пробиться туда, нужен ПСИ-шлем. Насколько я понимаю, правильно? И вот мы идем за инструкцией. Некдолговцу, который находится здесь, неподалеку. Вообще, ПСИ-шлем дает сахар. Ладно, сейчас посмотрим. Так, из-за прилавков, что ли? Нет, скорее всего, долгая яйца будет где-то под землей. Ладно, заблудился я немного. Но не страшно. Есть кто? И кого? Да, глубоко забрались, ребята. Но мы их нашли, по всей видимости. Стиляга. Погода, погода. Да. Вот и наш боец. Капитан Иванов. Да. Он говорит то, что... Да, нужен шлем для психозащиты, который нам выдаст, я так понимаю... Да, надо отыскать шлем для психозащиты, который нам должен выдаст профессор Сахаров. Хорошо, давайте спросим у Сахарова, что это за шлем. Там, кстати, еще в диалоге присутствовала лаборатория Х-16. Не будем пока забегать. Да, прислали меня к тебе для получения шлема для психозащиты. Он говорит, что у меня есть шлем, но он не настроен. Прототип, помните, да? Получаем его. А настроенный шлем он отдал на цементный завод. Я так понимаю, чтобы попасть на цементный завод, нам нужно будет преодолеть локацию радар. Да, на цементный завод. Но на локацию радар мы отправимся в следующей серии. Мы получили шлем. А с вами был Александр. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.